уходит 2023 год и многие будь здоров ну опять начнем тогда уходит дети они там шумят да пожалуйста давай попробуем еще раз уходит 2000 ну ты камеру ты пониже держи уходит 2023 год и многие так но они а вот это невозможно вы перестаньте шуметь там люди уходит 2023 год но к сожалению многие не будут провожать этот год добрыми воспоминаниями и вот мы решили на нашем канале оглянуться на прошедший год и посмотреть каким он был для нашей семьи какие были хорошие события какие не очень чему нас этот год научил и что нам принес вот наши рождественские новогодные каникулы дети шумят там пытаемся что-то снимать и вот хотим поговорить о том что мы благодарны благодарны конечно за нашу жизнь за наши шумных детей которые у нас слава богу дома живы здоровы и что у нас в этом году еще прибавилось или убавилось прибавилось прибавилось слава богу вы понимаете не понимаю сколько у нас сейчас сколько у нас три четыре или пять я не помню сколько у нас мы благодарны за то что у нас сколько детей 5 5 ой кошмар да мы так рады а на самом деле у нас действительно большое чудо что родилась новая дочь да вот наша лидия так что у нас сейчас марта эмилия руд кассия и лидия и все они как хор поют шумят и радуются жизни что еще было в 2023 я много работала в центрах помощи украинским беженцам центры эти к сожалению закрылись сейчас уже с лета двадцать третьего года но пока они работали государство старалась помогать беженцам наладится в новой стране и вот я работала переводчиком от компании флекс переводила для украинских беженцев все что им объясняли сотрудники здравоохранения также пособие помогали мы им оформлять ну в общем все все что касается вот жизни здесь чужой совершенно для них стране на незнакомом им языке замечательное было время во первых очень приятный был коллектив переводчиков с которыми мы работали замечательные сотрудники красного креста всегда оптимистичные веселые доброжелательная атмосфера в центрах была самая что ни на есть теплая ну а людские слезы и людской горе через которая проходила через нас естественно ну оставила в душе очень сильное впечатление я рада что хотя бы так я могла быть как-то причастны к этому ну и хотя бы хоть чем-то немножечко помочь также в этом году я очень благодарен что я смог делать то что я люблю больше всего ну кроме того чтобы водить по историческим местам я еще преподаю языки древние языки я преподавал в этом году и древний иврит то есть это язык на котором написано ветхий завет а нохи а нохи а нохи адонай а нохи адонай эллоеха и также древний греческий для людей которые хотели и читать евангелие то есть в оригинале по-гречески кроме этого еще лекции по мою специальность историческая и про историю про историю древнего мира про историю Иерусалима However, he sometimes doing over like a proper propaganda for his main patron who was Titus became the Roman Emperor Vespasianus такие лекции у меня были и на русском языке из нашего сайта Topos'a и также по-английски главное что это обработка тех лекций которые у нас есть на русском языке в Topos'a получается и русскоязычная публика получила эти знания и англоязычная публика уходящий год приносил не только радости но и испытаниям я впервые в жизни друзьям переболела двумя знаменитыми детскими болезнями а именно скарлатиной и 4 месяца спустя ветрянкой как же это меня угораздило я сама не знаю вероятно заразилась от учеников детей с которыми работаю ну а ветрянку по нашему chicken fox дети принесли из школы они это переболели легко а мне конечно досталось и главное что я все равно благодарна благодарна за то чудо что обошлось без больницы что на удивление наша система здравоохранения которые все так ругают 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 все время бесплатная медицина в Великобритании существует но ее ругают она сработала очень хорошо в моем случае то есть помощь мне была оказана буквально моментально и качественно и я в общем-то отделалась ну сравнительно легко да правда как вспомнишь так вздрогнешь но тем не менее слава богу жива и здорова да а ветрянкой я болела еще и когда была беременной лидочкой так что дополнительное чудо что лидочка никак от этого не пострадала ну вот а представьте себе что-то такое совсем новое которое ну вот 42 года я решил получить права на машины сдал права учил очень быстро не смотря на то что никогда не водил до этого в ярусалиме мне не было необходимо сводить машину во первых потому что ну ярусалим приятный город можно по нему ходить пешком все исторические места находятся на небольшом расстоянии также уже когда стал отцом ну я работал гидом дети были маленькие вот ощущение что я путешествую ну вот у меня личный автобусный водитель который водит везде куда надо ну правда с другими людьми тоже но ощущение что ты путешествуешь что ты не сидишь на одном месте было и ну никаким образом необходимость машины не было а вот тут в северной ирландии по другому потому что несмотря на то что конечно здесь есть автобусы и поезда и все но честно говоря есть очень много места куда невозможно туда добраться без автобуса без машина и как-то ощущение как будто карантин у тебя продолжается да вот около юрий только и ходи пешком или на велосипеде то что тоже хорошо и вот в этом году я сдавал на права тут же купил старых рук конечно машина для наша команда вот скоро после этого еще родилась новая дочка и мы все дружбенно путешествуем вместе тут есть особенности потому что здесь конечно водитель сидит направо так что движение совсем другое чем как бы обычно в израиль и европы в россии когда водитель сидит налево то есть особенно когда у тебя есть разные повороты круги и так далее это очень такое но непривычно твоя интуиция изначально говорит тебе что надо ехать по-другому также здесь есть прекрасные дороги но также есть очень много и сельских дорог от них избегать нельзя и они очень узкие маленькие но слава богу как бы все хорошо получается и благодаря этого мы можем и новый интересный материал снимать для вас и лучше ознакомиться с этим потрясающим местом да действительно машина открыла для нас ирландию потому что мы смогли путешествовать очень много где побывали в 2020 году об этом знают подписчики нашего блога мы в ирландии если вы хотите посмотреть на все наши путешествия пожалуйста в описании к этому видео есть ссылочка подпишитесь подписка стоит всего лишь 5 небольшим фунтов в месяц вы получаете 8 выпусков утреннего кофе в прямом эфире беседы со мной на всякие потрясающие важные интересные темы плюс 4 выпуска в месяц блог мы в ирландии где мы показываем места который мы открываем для себя и соответственно делимся с вами что еще стало понятно в этом году это что у меня трое новых личностей откуда они откуда они взялись откуда они родились ну не родились они сейчас родились они давно но вот у нас внезапно вот такое осознание как молния вдруг у нас трое подростков но конечно в этом есть что-то который для любого человека неожиданно одно дело когда у тебя есть трое маленьких детей как я себя видел ну фактически с 30 до 40 лет а вот у меня вот был такой человек рафаил с тремя маленькими детьми и потом четырьмя а вот сейчас получается у нас есть трое маленький трое двое маленьких и трое уже ну каких-то новых незнакомых людей которые откуда-то взялись у них есть какие-то свои желания вкусы и конечно это создает и для них и для нас немало смешных моментов немало проблем конечно немало скандалов как у все семьи как был семьи вот это естественно но это тоже какой-то новый опыт и я об этом совсем не жалею потому что мне не хочется чтобы у меня все дети были всегда вечно держать и чтобы их было три года или четыре или пять мне интересно видеть как бы что с ними какой музыка им нравится что им не нравится какие есть моды какой есть как бы одежды что вот их ровесники тоже говорят и я это сравниваю с то что у меня тоже было в этом периоде и опять я рос в многодетной семье поэтому для меня какие-то вещи знакомы так что вот в этом году познакомились с новыми людьми да наши три прекрасные девушки которые вдруг неожиданно появились в семье и удивляют и радуют иногда огорчают ну как в любой семье наверно это нормально что же меня особо радует что мы поем при том а поем мы все лучше и лучше весь 2023 год мы пели литургии у отца георгия завершинского в нашем храме юре меня очень радует что девочки это делают не по принуждению а потому что им действительно очень нравится во первых они любят музыку во вторых слава богу любят храм и наверное любят свою маму и радуется что могут разделить с мамой вот такое общее занятие которое может быть их сверстникам показалось бы ну несколько таким слишком детским наверное но они не стесняются и даже их сверстники знают об этом что они поют в церкви и в общем-то относятся к этому по моему даже с любопытством так какие у нас еще новости ну новая прическа новый парикмахер да прическа ну поскольку я мама лидочки теперь я вот-вот прическа у меня никакая на данный момент но до этого до открыла нового парикмахера которая находится прямо здесь через дорогу такая очень милая ирландская бабушка мне очень нравится как она стрижет но пока это только мои планы и мечты для ручки совсем правда удобно ты всегда скучаешь по парикмахеру в иерусалиме ты меня выдаешь предатель ну да конечно в русалине у нас очень хороший тоже такой парикмахер и там он жил тоже совсем рядом парикмахерская была рядом но это на самом деле не парикмахер дело знаете в чем дело в том что здесь другая вода здесь вода более мягкая а в израиле вода более жесткая в результате как говорила моя свекровь что всю свою жизнь которую она прожила всю ту часть жизни которой она жила великобритании и казалось что не совершенно нет волос как только она приехала в израиль переехала оказалось что волос вполне нормально потому что мягкая вода делает волосы более такими мягкими да и соответственно кажется что у тебя не такая пышная прическа но сейчас я уже к этому как-то привыкла и вот надеюсь скоро лидочка подрастет перестанет держать мамины волосики и я смогу тогда опять сделать как было раньше вот тоже связи с иерусалимом для нас очень важны и не только любимый парикмахер и так далее но вот у меня там семья у меня там сестры и конечно у меня там мама которая правда родилась в великобритании но она всю свою жизнь фактически почти живет как взрослый человек в иерусалиме и вот такое чудо она два раза смогла полететь к нам были прямые рейсы не один раз через франции другой раз прямо прямой рейс из бен-гурьона это в тель-авиве до дублина и это конечно очень приятно для меня для анны для детей что можно общаться с бабушкой из иерусалима который привозит также любимые товары которые здесь не продают то есть есть какие-то вещи которые не продают особо есть вот такая в израиле бамба называется ну не знаю как она это назвать по-русски хлопья для завтрака хлопья для нет это не по-русски это как завтрак туриста как хлопья завтрак туриста но вообще-то это сделано из кукурузы да вот вот такой принципе я не фанат этой бамбы но для детей это конечно вот это такая связь с их детства потому что особенно марта и мире рут они конечно хорошо помнит иерусалим и так далее вот мы с моей мамой путешествовали я ее забирал из аэропорта на машина она впервые видели как я тоже вожу так что это тоже было очень интересно меня очень конечно этот год важен моей работы с учениками как педагог по скрипке я имею где-то порядка десятка постоянных учеников скрипачей которые у меня учатся и вот в этом году одного мальчика я подготовила на шестой грейд это специальные такие экзамены здесь великобритании своя абсолютно система и девочку на 5 грейд они их успешно сдались очень хорошими оценками и в общем-то для меня это такая серьезная первая педагогическая победа я очень за нее благодарны благодарны конечно детям и наверное даже в первую очередь их родителям потому что в деле обучения на музыкальном инструменте родители играют огромную роль как они мотивируют ребенка как они подталкивают его к занятиям как они сами серьезно к этому относятся и соответственно не разрешают детям халтурить и довольствоваться тем результатом который есть поверьте все кто живут в европе сейчас наверняка поймут и услышат это не просто да в наших условиях наших краях это очень непросто здесь нет советского прошлого у людей поэтому нет вот этого желания быть первым чего-то добиваться здесь музыка это больше фан то есть удовольствие для кайфа для себя и соответственно низкий уровень ну вот я пытаюсь его как-то поднимать мы всегда пытаемся делать то что у нас хорошо получается то что у нас всегда работало то что мы в нем профессионалы и это даже если нас разбудит 12 ночью мы сразу встанем и сделаем без проблем вот в том числе это конечно работа гидом водить группы и у нас были конкретные планы в этом году и даже все вроде бы получалось мы договорились отелями на святой земле с автобусными компаниями с лидерами групп в россии в других мест все было бы готово если бы не вот очередная но в этот раз не просто очередная но особо жестокая страшная ужасная война то есть действительно которая разбила все эти возможности во первых почти никакие авиакомпании не летят в израиле те которые летят очень дорого это небезопасно металков газа это все идет а ракеты летят от эйлата фактически до севера даже если получится побывать на святой земле особо это не радостно люди все в страхе да вот евреи естественно боятся после это нападение хамаса арабы с другой стороны тоже боятся появляться просто так на улице чтобы как бы люди не начали как месть атака просто совершить на них атаки и естественно христиане тоже отменили рождества в этом году короче вот вифлеем назарет старый город иерусалим там все наши родные монахи и и те которые там живут но особого туризма и паломничество в этом году вряд ли будет поэтому к сожалению это из плохих новостей которые у нас есть тоже вот вам рассказать самым большим потрясением для меня и одновременно чудом была авария которая случилась у рафаэля и марты на машине они поехали в начале декабря в горы на водохранилище которые мы показывали в выпусках мы в ирландии это невероятно красивые места но и вот папа хотел со старшей дочкой провести немножко времени у марта сейчас очень тяжелый период ей 16 половиной лет она сдает огромное количество экзаменов в школе и предстоит выбор уже профессии дальнейшие поэтому сейчас большой стресс у нее по всем статьям и папа решил как-то вот помочь к сожалению у нас не всегда на дорогах аккуратно стоят знаки особенно на сельских дорогах в данном случае был крутой очень подъем в гору и двойной вот такой зигзообразный поворот узкий притом в гору и знак предупреждающий не стоял хотя рафаэль там уже бывал один раз летом но естественно все дороги наизусть ты помнить не можешь и машина улетела по склону такому холма в большую такую глубокую канаву слава богу она не стала крутиться дальше она легла на бок и хотя машина была полностью разбита абсолютно но чудо произошло потому что рафаэль и марта не только остались живы но даже не раненые не пострадали ну очень конечно неприятные события но она могла быть намного хуже и могло быть очень травматично дело в том что тут же после того когда машина вот повернулась прямо вот так как бы к нам вышли люди конечно никто нас не игнорировал тут же вызвали грузовик чтобы вытащил оттуда машина нас это было очень холодно еще погода то есть не самая идеальная для вождения но тут же нас погрели тут же нас утешили тут же нам сказали что все будет в порядке тут же потом грузовик когда пришел нас отправил в городке где мы тут же взяли автобус были уже дома в этом инциденте не был не участвовали не полиция никаких криков никакие там скорой помощи все как-то очень спокойно тут же я сообщал тоже страховые компании через несколько дней я получил деньги и смог купить фактически такую же машину как было то тоже со вторых рук но уже на год младше то есть получается действительно чудо но то что удивительно что отношения людей то есть я тут не хочу не буду плохого говорить про других стран но давайте будем говорить положительно да в некоторых стран когда у человека бывают аварий тут же начинают крики тут же начинают обвинение в моем случае этого не было вот и даже а я попал главное от дорога в частной территории от какого-то фермера никаких скандалов я разбил забор конечно человека никаких скандалов миха все как бы спокойно ничего не надо было доказать страховые компании между собой все это как бы все эти махинации легальные все это делали и ну могу сказать что я конечно не жалею что мы приехали именно в такую провинцию потому что часто я сам себе спрашиваю дети спрашивают ну папа но ты гражданин великобритании ты же мог приехать я не знаю в лондоне или ну хорошо не лондон но тогда там я не знаю в лидз или в какой-то другой большой город в англии почему надо было именно в северной ирландии который это ну не знаю это это для велика британии ты все равно что я не знаю сибирь или что-то но потому что люди тут хорошие вот действительно это определяется когда ты попадаешь беде то есть само государство ну не всегда действительно помогает даже иногда препятствие дел а люди вот надежный тут ну да люди бывают хорошие а бывают и плохие вот попали мы в этом году в такую неприятную ситуацию некие мошенники использовали видео с нашего канала и мой голос который они клонировали и сделали текст которую я естественно никогда нигде не произносила за одну минуту мы потеряли в израиле дом и все нажитое но я верну это хорошо что у меня вообще это финал полный во первых мы уже два года не живем в израиле во вторых мы не живем не жили никогда палестинской автономии показываются кадры автономии третьих видео взято из моего чтения и комментарии евангелия от луки главное что у нас не был никогда дом чтобы его потерять полный бред как бы боже милосердно хорошо что у меня остался доступ к программе которая приносит мне 500 евро в день торгуя акциями на фондовом рынке благодаря ней мы и начнем восстанавливать нашу жизнь мы знаем что сейчас много кому нужны такие деньги поэтому решили поделиться программой с вами но имейте ввиду что она работает только для граждан европейских стран и израиля ссылку на программу оставлю под видео пользуйтесь и пусть у вас все будет хорошо и конечно мы об этом как всегда ничего не знали потому что мы не очень гуляем по соцсетям не прислали подписчики фейсбук в фейсбуке у меня страничка такая чисто скрипичная как у скрипичного педагога и мне знакомые прислали в это посмотри использовали ваше видео и планировали твой голос это ужасно неприятно и главная неприятность даже не в том какие там ужасные комментарии люди оставляют и обзывают нас всеми словами думаю что это мы сделали это видео а неприятно что до создателей этого видео докопаться практически невозможно мы естественно сразу что мы пожаловались в фейсбук понятно да и потребовали чтобы они немедленно удалили это видео ну и как-то наказали хозяев этого аккаунта или как тогда вы говорили по крайней мере а выяснилось что это видео не нарушает правила сообщества фейсбук хотя это однозначный обманы мошенники я полезла в компьютер стала искать информацию по поводу клонирования голоса и таких вот мошенников узнала совершенно страшные вещи оказывается вам могут позвонить якобы с каким-то социальным опросом или с чем-то совершенно невинным вы скажете одну единственную фразу спасибо меня это не интересует до свидания положите трубку но ваш голос запишут и после этого есть такая программа которые говорят даже вообще бесплатно можно и скачать в интернете которая считывает голос и клонирует его то есть дальше вы говорите текст и она воспроизводит его голосом этого человека который вы записали и дальше например женщина получает звонок от своей 17-летней дочери мамочка я попала в аварию здесь такая беда в общем дальше полицейский берет телефон тоже говорит дальше дочка плачет мамочка срочно надо перевести там я не знаю там 200 долларов или 300 долларов вот на такой-то расчетный счет иначе меня посадят в тюрьму мама естественно в панике в мозги не работают в такой момент переводит деньги и это мошенники как с этим бороться узнала секрет очень хороший придумайте у вас в семье кодовое слово и если вам раздается вот такой звонок от члена семьи или от родственника но что-то вам странно в этом вы говорите одну фразу назови мне наше кодовое слово его знаете только вы этот человек и если она не звучит значит это мошенники вот такой способ маленький вам а такой вот презент к новому году мы естественно еще благодарны за то что несмотря на все растет наш канал все мировые потрясения личные потрясения изменения не влияет на то что наш канал в принципе не падает резко кто-то отписывается кто-то наоборот находит нас кто-то остается верен нам вот во всех трудностях идет через огонь и воду и и вам и ждут наших видео и даже нас активно поддерживает кто-то поддерживает финансово кто-то поддерживает просто через лайк кто-то подпишем подписан простите на наш утренний кофе который ведет она когда она не может тогда вожу даже я снимаем также мы в ирландии то есть это вот такие ролики которые мы не выпускаем просто так в общем доступе это только для тех которые подписываются не которые даже просто время от времени даже просто переводит нам на пейпел или на вот тут где-то еще наше то есть какие-то суммы денег даже самый маленький это для нас очень важно и ценно потому что снимать таких видео это берет время надо это время найти надо быть формы чтобы вот смог быть способны вот что-то вообще вести людям потому что если человек уставший или у него какая-то очень тяжелая малооплаченная работа у него не будет даже желание чего-либо снимать так что пока это вот напоминаю также что из-за войны россии украины есть еще вот такая проблема что очень много из наших видео фактически весь наш youtube канал не получает монетизации за просмотры в рф беларусь а из просмотров из украины мы получаем тоже очень мало не по вашей вине это просто вот так как работает современный вот мир торговли и так далее то есть люди которые вот рекламу выпускают они ищут страны где не идут ни войны не проблемы и именно из этих стран мы получаем какие-то как бы деньги за наши видео и это конечно позволяет нам хоть как-то продолжать но на самом деле причина почему мы продолжаем это потому что нам у нас мы чувствуем что у нас есть какая-то ответственность вот если бы это было чисто момент коммерческий мы конечно может быть даже и просто все это бросили нам действительно важно держать связь с нашими зрителями которые находятся в разных странах так что сердечно благодарим за то что вы смотрите наши видео ну вот мы оглянулись на наш 2023 год вот таким он был у нас пестрым полосатым наверное как и у вас у всех предлагаем каждому из вас тоже оглянуться на прошедший год и вы точно найдете за что поблагодарить бога ну вот на этом мы хотим закончить нашу сегодняшнюю передачу и пожелать вам всем благодарности богу в новом наступающем году ну и конечно же здоровья мира любви в ваших семьях много много терпения это сейчас всем нам нужно огромное 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 терпение обнимаем вас и обещаем нет вот честно обещаем в 2024 выходить в эфир как можно чаще и ну а и и